Добрый день! В эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях к этому часу в студии Юлия Великодна и в этом выпуске. Лучших спасателей Якутии наградили за службу. Профессиональный праздник отмечают самые отважные мужчины страны. В следующем году регион представит свои проекты в штаб-квартире ЮНЕСКО. В Алайховском районе откроют резерват стерхов, а в Заречных Улусах – геопарк. Во сколько обойдется новогодний стол жителям Ленска и Айхала? Собрание избирателей поддержало выдвижение Владимира Путина в президенты. Люди самых разных профессий, от простых тружеников до всенародно любимых артистов, съехались на собрание инициативной группы в Москве, в числе которых представитель партии «Справедливая Россия» Федот Тумусов. 668 человек одновременно подняли карточки с надписью «Сильный президент, сильная Россия». И российский лидер официально вошел в президентскую кампанию. Я лично не вижу другого лидера. Я уже, вот эта фраза мне нравится, что в великой стране нужен великий лидер. А я бы еще от себя добавил проверенный, надежный, умный политик. То, что сегодня сделано, это только фундамент. А для развития, конечно же, прежде всего нужно развивать права и долг каждого россиянина. И вот в этом плане, я думаю, что наш университет, федеральный университет, он, конечно же, призван помогать молодым людям строить то государство, которое, конечно же, помогало, поддерживало. В следующем году Якутия представит свои проекты в штаб-квартире ЮНЕСКО. Это стало возможным после подписания официального документа. Отметим, что мероприятие состоялось в июле этого года. В рамках документа в Алайховском районе планируется открыть резерват стерхов, а в Заречных Улусах создать геопарк. Помимо этого, ЮНЕСКО поддержит проведение интеллектуальных международных игр и создание международной арктической школы. Все эти обязательства являются итогом работы Департамента внешних связей в уходящем году. Отметим, что в связи с реорганизацией ведомства некоторые полномочия были переданы в другие министерства. Тем не менее, вопрос по продвижению имиджа Якутии и достижения новых договоренностей остается главной задачей Департамента внешних связей. Самые крупные проекты, над которыми мы работаем, это, конечно, строительство моста через реку, строительство гостиничных комплексов на территории республики, в том числе в городе Якутске, модернизация житайского судоремонтного завода, ну, конечно, агропромышленные холдинги в разных улусах. И в Хангалатском улусе, вот около города Якутска и другие наши муниципальные образования также работают над этим. Ну, и очень хорошо сейчас развиваются уже побратимские связи на уровне муниципалитетов. И наш департамент оказывает им всяческое содействие, чтобы они получали от этого не только как бы обмен информацией или опытом, но какую-то практическую пользу. Все задачи, поставленные в год экологии Министерством охраны природы республики, были успешно реализованы. Об этом сообщил сегодня на брифинге с журналистами глава ведомства Сахамин Афанасьев. Так, за 2017 год на государственный учет было поставлено более 1300 объектов негативно воздействующих на окружающую среду регионального значения. Проведено 4000 контрольно-надзорных мероприятий. Выявлено 2700 нарушений природоохранного законодательства. Как отметил Сахамин Миланович, знаковым событием этого года стало проведение второго съезда экологов республики, ставшего крупнейшей дискуссионной площадкой этого десятилетия для принятия консолидированного мнения по проведению вектора зеленого развития региона. Эти и другие мероприятия будут продолжены и в следующем году. Средидации накопленного ущерба поселка Тикси, мы, хотя и в год завершился, будем решать задачу, чтобы обеспечить сохранность, чистоту от шести указанных средств. Мы должны отвечать за чистый воздух, за чистые реки, за чистые земельные ресурсы без несанкционированных свалок, обеспечить сохранность лесного фонда, животного мира и водно-биологических ресурсов. В рамках выполнения этих задач вырабатываются мероприятия. Мероприятия, они как раз сидят в нашей государственной селевой программе охраны окружающей среды и природные ресурсы. Акционерная компания «Железные дороги Якутии» также подвела итоги работы уходящего года. В Москве прошло декабрьское заседание Совета директоров. Подробности у наших коллег. Было отмечено, что положительные результаты в деятельности компании присутствуют и в количественных, и в качественных показателях финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Выполнены все плановые показатели и по объемам перевоза грузов, и по финансово-экономическим показателям. Компания работает рентабельно, прибыльно. Кроме того, компания проводит работы и по социальной политике, строится жилье. Кроме того, в рамках заседания Совета директоров обсудили тарифную политику возмещения выпадающих доходов, заключение соглашений по использованию инфраструктуры и локомотивной тяги, а также речь шла о планах на следующий год. С учетом того, что мы должны Томмод в Нижнем Бестях завершить в 2018 году, мы сегодня проводим очень большую работу с федеральным агентством по корректировке проекта, по проведению конкурса на завершение этого объекта. Результаты работы действительно неплохие, и во многом они достигнуты, как считают сами якутские железнодорожники, благодаря поддержке республиканского руководства и развитию в регионе промышленного кластера. Например, объемы грузовых перевозок увеличились за счет продолжающегося роста добычи предприятий угольной промышленности, а пассажирооборот стабилизировался из-за расположения на территории Алданского района вахтовых поселков предприятий газовой промышленности. Есть амбициозные планы на 2018 год, мы их сегодня обсудили, я считаю, что эти планы вполне осуществимы, и есть для этого все предпосылки. Отрадно, что якутские железнодорожники подошли к Новому году с хорошими результатами. Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, НВК САХ, Москва. В Абыйском улусе стартовал пилотный проект по организации высокоскоростных спутниковых каналов связи. В поселке Белая гора накануне запустили в эксплуатацию дополнительный спутниковый канал, который позволяет расширить доступ абонентов интернет до 10 мегабит в секунду. Такой вариант связи реализуется впервые и призван снизить себестоимость трафика через порталы в Якутске и Хабаровске. В ближайшее время подобные станции будут установлены в селе Усун-Кюэль Верхнеколымского улуса и в селе Хатынах Среднеколымского улуса. В настоящее время в удаленных и труднодоступных населенных пунктах Якутии нет альтернативы использованию космических спутников для организации каналов связи. Сегодня в стране отмечается День спасателя. Этот праздник считается главным для сотрудников МЧС России. Именно в этот день в 1990 году был учрежден российский корпус спасателей, позже переформированный в МЧС. Сегодня на территории республики несут дежурство тысячи спасателей и пожарных, большинство из которых владеют сразу несколькими специальностями. Альпиниста, водолаза, парашютиста и парамедика. Они могут работать на воде, на суше и в воздухе в любых климатических условиях. Сотрудникам вручили ведомственные награды и грамоты. Лучшим спасателем якутского поисково-спасательного отряда МЧС стал Вадим Захаров, который в составе оперативной группы более месяца работал в Среднеколымском улусе во время паводка. Каждый день приходила вода, там получается равнина по сантиметру, по четыре в день прибывала, прибывала и прибывала до осени. Эвакуировали гуманитарный груз, доставляли, перевозили детей, детей отправляли. Получается, министерство отправляло детей в Сочи, в курорты отправляло детей. Ну и поселок помогали углем, разгрузки, погрузки восстанавливали, помогали вещи поднимать, ну и все вытекающие. До начала самого долгожданного и волшебного праздника остались считанные дни. С приближением новогоднего торжества управляющие компании и трудовые коллективы Якутска активно украшают прилегающие территории, улицы, площадки столицы. Ежегодно в создании новогоднего праздничного настроения администрация города проводит конкурс. В этот раз для участия поступило около 20 заявок. Среди них управляющая компания «Альтаир». Общими усилиями на территории управляющей компании создали композицию по мотивам якутской сказки. Здесь есть символ будущего года собака, снеговики и северный олень. Мы создали вот эту композицию, мы создали своими собственными руками, совместно со своими сотрудниками. Я как инженер по благоустройству, то есть мы делали с ней увечки сами. Вот, и видите, какие у нас хорошие получились. Сами сделали собаку своим светодиодным и оформлением. Мы делаем все для благоустройства наших жильцов, чтобы в новом году у них была и радость, и веселье, и чтобы могли выйти с ребятишками, сфотографироваться. Так что наша управляющая компания старается участвовать в всех проектах. Ну а встречать Новый год принято на широкую ногу, ведь как встретишь, так его и проведешь. В канун праздника покупают подарки, игрушки на елку и, конечно, продукты к новогоднему столу. Моя коллега из Алмазного края решила выяснить, какую сумму готовы потратить жители Ленска и Айхала на праздничные угощения. В обычный день большое количество покупателей – редкость. Народ оживляется перед самым Новым годом. Жители Алмазной провинции уже вовсю готовятся к празднику. Их не пугают большие расходы, связанные с покупкой подарков, елочных украшений и продуктов к новогоднему столу. Конечно, народу прибавилось. Народ идет, да, видно, что закупается перед Новым годом. В общем-то, как бы люди берут, может быть, все. Кошельки у всех разные, как и семейные традиции. Одни семьи экономят и думают, от чего можно отказаться, другие ни в чем себе не отказывают. Ведь на дворе праздник. На какую сумму готовы потратиться и что будет в меню праздничного стола, с удовольствием ответили жители Ленска и Айхала. Оливье, мандарины, вкусности всякие. Шампанское, конечно, что-то такое, там, отбивные под сыром. У нас семейная, то есть мы везем с отпуском, то есть с Кубани утку и готовим ее на Новый год с картошкой. Новый год есть Новый год, это праздник. Поэтому нужно, как бы нужно его отметить с достоинством. Сравнив цены в магазинах и узнав примерное меню праздничного стола, мы подсчитали, что новогодний стол для семьи из четырех человек обойдется примерно от пяти до семи тысяч рублей. И это не считая напитков, подарков и новогодних украшений. Здравствуйте. Но экономить никто не собирается, ведь у нас верят в примету. Как встретишь Новый год, так и вовы проведешь. Марина Крутихина, Сергей Счастый, телеканал «Алмазный край». А вот о чем мы расскажем сегодня в вечернем выпуске новостей в 20.44. Профессия одна из самых сложных, а рабочий день непредсказуем. Сегодня спасатели отмечают свой профессиональный праздник. Впервые в Якутии пациенту пересадили кожу, выращенную из его клеток. Подробности уникальной операции в нашем выпуске. Из отпуска с Гран-при дети Якутии вернулись из международного лагеря «Артек». К этому часу у нас все новости. Еще больше информации на интернет-портале nvk.defis.online.ru Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова